Андрей Лео Сделай, что сможешь Новые горизонты Глава первая День сегодня обещает быть жарким. Я открыл окно и выглянул во двор. Солнце только-только взошло. Налетевший утренний ветерок растрепал волосы. Эх, захотелось потянуться до хруста в позвоночнике, а жить-то хорошо. Как же я благодарен судьбе за то, что она перенесла мое сознание из начала века двадцать первого в середину века девятнадцатого. Да, конечно, жаль того, что оставлено в прошлом будущем. Не узнать мне теперь, как там дети и внуки дальше жили. Но эта действительность для меня все же значительно интереснее. К тому же я снова молод и могу написать свою судьбу заново, постаравшись избежать многих ошибок из той жизни. И кто знает, может, и будущее России я смогу изменить к лучшему. А то начало двадцатого века сложилось для нее слишком уж мрачно и безрадостно. Со стороны четырехэтажки, возводимой рядом с усадьбой, раздаются бодрые команды. Строители приступают к работе еще затемно, иначе до зимы не успеть. Бросил туда взгляд. Медленно, но верно поднимаются стены за чистоколом опорных столбов. Память сразу решила подпортить впечатление от прекрасного утра, напомнив о нерешенных вопросах с трубами отопления. Послал ее подальше, чтоб не мешало любоваться началом нового дня. На крыльцо выбежал Мухтар, сел и стал по-хозяйски осматривать подведомственную территорию. Через минуту следом выкатилась парочка меховых комков и напала на его, мотающейся из стороны в сторону хвост. Щенки — вот кому без забот живется. Лопают они до отвала и стремительно растут, развлекаются по мере сил и возможностей и купаются во всеобщем внимании. Правда, приемные родители вроде бы взялись за их воспитание, причем забавно так. У каждого сосунка свой наставник образовался. Коза Ферия единственную девчонку натаскивает. Постаревший, но все еще остающийся в силе Мухтар пацана поумнее. А молодому Иртышу достался пентюх. На него, похоже, постоянно возле конуры шастает, а бывает и спит там. При этом в характере самого Иртыша произошли заметные изменения к лучшему. Он уже не смотрится таким дурним, как раньше. Нет. Что вы, что вы. Нынче он солидный пёс, обучающий молодое поколение навыкам охраны двора и все то, что недавно Мухтар с Ферией ему с трудом вдалбливали, этот оболтус выдает за свои собственные боевые наработки. О, и Софья Марковна вышла. Порядок среди женского персонала наводит. За ежедневными хлопотами старается скрыть свою тревогу. В последнее время ей можно лишь посочувствовать. Ее возлюбленный граф Ростовцев побыл у нас в Красноярске три дня, взбаламутил всем жизни вместе со своим напарником, поручиком Вяземским, умчался в сторону китайской границы. Что делать? Служба есть служба. А наша красавица теперь снова ждет и переживает засуженного. В голове опять пронеслись воспоминания. Скованная атмосфера первого вечера с офицерами в нашем доме, молчаливые Софа и граф, ничего не понимающие соседи, и я, как тамада на свадьбе, старающийся красноречием скрасить столь неловкую ситуацию. Хорошо, хоть потом поручик подключился с рассказами о столичной жизни. А это странная беседа с графом на следующий день. Не поленился ведь он связем с кем приехать ко мне в мастерскую. Осмотрели, господа военные, наши с Потапом Владимировичем производство. А затем... Александр, я прошу вас руки, Софья Марковна. В первую минуту я просто стоял и хлопал глазами, все пытаясь сообразить, с какого бодуна Ростовцев ко мне-то с такой дурацкой просьбой обращается. Это Софа мой опекун, а не я ее. Простите, граф, я не совсем понимаю причину, по которой вы просите руки уважаемой Софьи Марковны у меня. Это желание Софи... Извините, Софья Марковна, вы старший мужчина в доме. Охренеть! Софи, значит, у нашей старшей крыши от любовной эйфории поехала однозначно. Ну, Софочка, я тебе дома устрою разбор полетов. Тоже мне старшего мужчину нашла. Издевательство в натуре и надо мной, и над графом. Ребята стоят хмурые и напряженно ждут ответа. Могу их понять. Приходится просить какого-то молокососа о долгожданном единении двух любящих сердец. Вдруг откажет. Что тогда? Да, сразу ясно. Нечто дружеское вроде «Да забирайте вы эту кемскую волость, тут не прокатит». Фраза из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Здесь и далее примечание автора. Постарался подойти к ответу со стороны политической. Граф, я надеюсь, вы осознаете, что на этот брак вам предстоит получить разрешение его императорского величества. Безусловно. И поверьте, задержки с разрешением не предвидятся. Ага. Выходит, есть у него козырь в рукаве при разговоре с царем. Отлично, а то я опасался, что София уготована жизнь внебрачной сожительницы. Думаю, вы представляете реакцию петербургского бюмонда. Кью дирали монда? Бюмонда. Бомонда. Кью дирали монда. Что скажет общество? Французский. Ох, как гордо он вскинул подбородок. В этом вопросе меня мало заботит реакция высшего света. Хм, уважаю. Ответ настоящего мужчины. Тогда флаг тебе в руки, граф, и обеими руками за ваше совместное будущее. Только вот приятно это слышать. Вижу, Софья Марковна будет под надежной защитой. И я, конечно же, с удовольствием пожелаю вам счастья, но слегка расслабившиеся лица вновь хмурятся. Я также знаю, что послезавтра вам выступать в дорогу. И кто знает, какие опасности могут на ней поджидать. Не лучше ли заняться решением этого вопроса после вашего возвращения? Граф, понимающий, кивнул, соглашаясь. Могу ли я надеяться на освобождение Софьи Марковны от любых обязательств к ноябрю? О, блин, спросил, какие у нее имеются обязательства? Или он считает, старший мужчина в доме эксплуатирует ее в роли заведующей космет-салоном? Что вы имеете беду? В первую очередь опекунство. Я полагаю, трудностей со сменой опекуна у вас не возникнет. А во-вторых, работу в салоне, разумеется. С опекунством проблем не будет. А по работе поговорите с самой Софьей Марковной. Салон ее собственность. Ха, какие лица у них ошарашенные. Да, ребята, Софа человек не бедный и вполне самостоятельный. Я ей сегодня точно головомойку устрою. Выставила меня перед людьми, понимаешь ли, тираном каким-то. На обед по приглашению Валерия Яковлевича пошли к соседям. По сути, звали лишь офицеров, а мы, Софа и Машули, и так последние два месяца там обедаем. Дома-то негде, гостиная оккупирована женским дворянским табором, а остальные подходящие помещения заняты постоянно увеличивающимся персоналом салона. Им тоже где-то питаться надо. На этот раз Софа с графом за столом выглядели живее всех живых, оба шутили без умолку, но свой маленький секрет не выдавали. Естественно, я тоже не стал заострять на нем внимание. Потом мы всей компанией перебрались к нам в усадьбу. Я имел неосторожность заглянуть в гостиную и тут же был наказан дамским обществом на пять песен. Присутствие свежих, да еще и столичных кавалеров слегка смягчило мою участь, но полностью от наказания не избавило. В общем, на пару с поручиком мы выдали полноценный концерт. Если судить по его сверкающим глазам и растопорченным усам, ему это было в радость. К ужину заявилось высокое начальство в лице самого губернатора Енисейской губернии с супругой и пожурило графа за то, что он не приехал к ним на обед. Пришлось для погашения конфликта выставлять спиртное и закуски. Вечерок пролетел незаметно. А на перед обедом примчался всклокоченный поручик просить руки старшего косметолога Светланы. Хотелось воскликнуть, как тот волк из мультика. Шо, опять? Черт возьми, эти-то когда состыковаться умудрились? Утром видел Светика, ничто не предвещало свадебного переполоха. На мой вопрос, какого хрена снова у меня разрешения спрашивают, ответ был тот же. Я старший мужчина в доме. Твою же медь? Ну, девушки, это уже слишком. У нее есть мать. Вот и вперед, к ней на поклон. Что? Света в этом вопросе жаждет именно моего веского слова? И Софья Марковна с ней согласна? Я им что, свадебный генерал? Так, поручик, дама вам предварительное согласие дала? Прекрасно. Теперь пусть помучается. Мой ответ вы услышите по возвращении из похода. Все? No comments. Достали. No comments английский. Без комментариев. И не надо тут усами шевелить. Все знакомы всего два дня. Считайте это проверкой ваших отношений. Бурная отповедь не помешала бравому офицеру вечером наслаждаться жизнью, как ни в чем не бывало. Но смотрел он в этот раз только на нашего работничка. Ох, Света, Светочка, Светуля, когда ж ты столичного гостя крутить успела? Прощание с залетными господами вышло несколько смазанное. Заскочили ребята рано утром поклонились дамам и по коням в путь дорогу. Софа провожала своего ненаглядного с улыбкой Мона Лизы. Светлана с красными глазами, а я, пожимая руки путешественников, пожелал каждому скорейшего возвращения. Если они быстро не вернутся, мне от женских слез небо Савчинку покажется. Грустить об ушедших в поход вояках времени у меня особо не было. Сразу после их отъезда пошли отборочные состязания для новых кандидатов в отряд бизонов. Бизонами я последнее время стал называть ребят, которых решил подготовить к роли своих будущих охранников. Как-никак обещал я им, что посмотрю на тех, кого они там сами зимой тренировали. Нужно исполнять обещанное. Народу пришло аж 29 человек, возрастом от 14 до 18 лет. Из них пятеро вообще не занимались ни под чьим руководством, просто решили счастье попытать. Кулачными бойцами себя возомнили, не иначе. Посмотрел я на это воинство, погонял их. Мда, не бизоны, а слонопотамы какие-то. До уровня мною тренируемых никто не дотягивает. Или я уже придираться начинаю. Ай, ладно, собирался брать двоих, а возьму семерых. Надо расширять банду моих обалдуев. Через год, глядишь, смогу организовать отряд охраны и нападение. А неделю спустя с Абаканского железоделательного завода прибыла первая партия заказанного металла. И дел в мастерскую резко прибавилось. Я решил рискнуть прибылью и уговорил напарника взять в обучение еще семерых парней из новых бизонов. Работы у нас совсем хватит. Мастеров, умеющих хорошо проводить склепку металлических листов, следует готовить заранее, когда начнем строить железные суда. Опытных работников будет постоянно не хватать. Заодно я счел необходимым подкорректировать распорядок трудового дня, а то уж больно раздражают местные обеденные перерывы по два часа. Ведь почти все работяги питаются дома, а народ тут обстоятельный, пока дойдут, пока руки помоют, потом неторопливо поедят. В результате минимум час светлого времени пропадает без толку. Не, пора менять старые традиции. Предложил напарнику оборудовать заводскую столовую. Он, почесав бороду, согласился, но организацию этого процесса взвалил на мои плечи. Ну да, кто бы сомневался, инициатива, как всегда, наказуема. Эх, нет в жизни счастья. А что делать? Хочется тебе, Сашок, большого, нормального функционирующего предприятия. Вот и рули. Здесь лишь ты знаешь, каким оно должно быть. Наконец-то получил разрешение на поиск и разработку россыпных месторождений золота, ну и заодно всего остального полезного, что в земле лежит. Три месяца его дожидался. Ха, но даже не рассчитывал на такой быстрый ответ. Слишком сложно сейчас с этим вопросом дела обстоят. Да, порадовали бюрократы горного ведомства. Видать, действительно мне в этой жизни кто-то на небесах помогает. Пора становиться золотопромышленником. Ой, пора, а то деньги нужны много денег. Намечал следующей весной организовать первую экспедицию, но случай изменил планы. С некоторых пор я каждую неделю выделяю вечерок на ознакомление с библиотекой купца Кузнецова. Правда, стараюсь ограничивать себя только технической литературой, статистикой, а также законодательством Российской империи. Остальное изучать просто некогда. И как-то вечером, уже прощаясь с купцом, столкнулся я в прихожей с худощавым пожилым человеком, в очках и в мундире горного инженера. Петр Иванович представил нас друг другу. Оказалось, гость из-за болезни пропустил выход геолого-разведочной партии, которой должен был руководить, и теперь, оклемавшись, пытается подыскать хоть какую-нибудь работу на лето. К его глубокому сожалению, у Кузнецова вакантных мест не нашлось. И тут у меня мелькнула мысль. Вот шанс начать кардинально улучшать свое материальное благосостояние уже этим летом. А почему бы и нет? Софа этого болезного товарища основательно подлечит, а дальше ему прямая дорога вперед за синей птицей и моим золотом. Дождавшись ухода просителя, поинтересовался у купца, что за человек к нему заходил и можно ли ему доверять, а получив положительную характеристику, спросил. Петр Иванович, как вы посмотрите на мое предложение Нестору Андреевичу поработать на меня? Буду очень рад, если сговоритесь. Хотя нынешний сезон вы уже упустили. Экспедиции за золотом загодя снаряжать надо бы на сосени. По словам Нестора Андреевича, у него все готово, люди ждут. Так-то оно так, но времени на длительные поиски не осталось. Он и сможет-то лишь по Минусинскому или Зачинскому краю походить, а там уж почти нет неисследованных земель. Значит, экспедиция заранее обречена на неуспех, и вы впустую потратите свои деньги. Э, нет, долгих изысканий тут не предвидится. У меня все необнаруженные на данный момент крупные золотые россыпи на карту аккуратно нанесены, и описание их составлено. Недаром же я старательно изучал расположение уже открытых на сегодняшний день приисков Енисейской губернии и насиловал память, вспоминая координаты будущих богатых месторождений. Так что Нестор Андреевич не наугад в тайгу поедет, а под четко выверенному мною маршруту. Все же рискну. Ваше право, я предупредил. Кстати, не так и много денег ушло на закупку продуктов и организацию отправки поисковой партии. Там всего-то пять человек. Больше силы времени потребовалось на разъяснение цели экспедиции ее руководителю. Нестор Андреевич крайне недоверчиво отнесся к якобы добытым мною узнающих людей сведениям. Еле убедил его действовать по представленному плану. Надеюсь, хоть что-нибудь он до зимы найдет. Большой неожиданностью стало желание устроиться в мастерскую уральского чубатого казачка, не так давно повалявшего меня в пыли. Интересно, это он таким образом решил в состав бизонов попасть? Немного подумал, рассматривая его, и решил спросить прямо. Ты именно в мастерскую работать хочешь? А что? Да не, ничего. Если намерен здесь специальность получить, отговаривать не стану. Просто я хотел предложить тебе заняться более знакомым делом. Это каким же? Мне пора свою охранную команду организовывать, чтобы делам моим никто не смог палки в колеса совать. Возьмусь ставить все на новый европейский лад. Платить буду хорошо, но и трудиться охранникам придется не меньше. И спрос с них, разумеется, пойдет особый. Команду желаете набрать из тех парней, что обучаете? И из них тоже, но там лишь половина для серьезных дел годится, да и тех еще учить и учить. А еще из кого? Нужны люди вроде тебя, молодые, но уже понюхавшие пороху. Таких нынче много. И что делать? Кого охранять? Усадьбу и всех, кто в ней проживает. В дальнейшем количество охраняемых объектов увеличится, но это дело будущего. Кроме усадьбы, еще одной твоей обязанностью станет учеба. Чего? Да-да, учеба. Не удивляйся, ты должен уметь и читать, и писать, и считать. Прекрасно драться, владеть холодным оружием и стрелять из всего, что стреляет. Вот этому и начнешь учиться под моим руководством. Так, глазки у парня загорелись. Похоже, рыбка заглотила наживку. Куем железо, пока горячо. Расписал в ярких красках перспективы жизни, возможности увидеть новые города и страны. Не забыл и про опасности упомянуть, хотя они казака уже почти не интересовали. Эх, молодозелена. О сложностях и опасностях как раз в первую очередь узнавать следует. Я согласен. Хорошо, но сначала нужно пройти собеседование. Расскажешь мне и моему опекуну Софьи Марковне о своей жизни, о том, как воевал, о своих мечтах и чаяниях. Потом мы с тобой подпишем контракт на пять лет, где будут прописаны твои обязанности по отношению к нам и наши обязательства по отношению к тебе. И лишь после этого приступишь к работе. Принимать на место по сути начальника службы безопасности незнакомого человека, конечно, не совсем разумно, но других кандидатур на эту должность рядом не наблюдается. Мне ведь подручный довольно молодой требуется, легко обучаемый, неженатый, не закостеневший в своих представлениях о жизни, желательно не обремененный родственниками и, главное, достаточно умный. Из бизонов, к сожалению, никто не подходит, слишком они молоды. Даже из самого сообразительного Гришки Сурикова я командира лишь года через два воспитаю не раньше. Так что я решил тогда, информация, накопанная Федькой об уральском казачке, для начала меня вполне устраивает, а на собеседовании Софа всю его подноготную от и до проверит. Она, кстати, очень ответственно подошла к этому делу и поиздевалась над Чубатом по полной. Прошла все пункты, намеченные мною, не был, не состоял, не привлекался, родственников за границей не имеет, в связях поручащих себя не замечен. В общем, хорошего парня мы наняли, с обычной для казака этого времени судьбой. В результате у меня появился первый охранник, первый полноценный солдат моей будущей армии. Есть теперь с кем летом на равных заниматься, а то Михаила Лукича граф опять с собой китайцем в гости забрал. О, а вот и Чубатый во двор выглянул, легок на помине. Значит, пора на тренировку идти. Субтитры сделал DimaTorzok